В Кыргызстане завершилась вакцинация первым компонентом. Сейчас прививку делают только второй дозой вакцины. На сегодняшний день получить первичный антиген пока граждане не могут, так как новую партию в страну еще не привезли. Однако, по словам главы Центра иммунопрофилактики, Китай вновь готов выделить 150 тысяч доз вакцины, рассчитанных на 75 тысяч человек. Но расходы на доставку второй партии не предусмотрены, поэтому министерство обращается в международные организации. На транспортировку вакцины потребуется более 150 тысяч долларов. Отметим, что первая такая партия была доставлена бесплатно. Со стороны правительства уже выделено 215 миллионов суммов, и мы будем по мере поступления Министерство здравоохранения и социального развития будет выплачивать после поставок. Сейчас еще была договоренность нашего министра с послом Китайской Народной Республики. Значит, мы еще запросили 150 тысяч доз, это на 75 тысяч человек. Сейчас мы ожидаем поставки, как изначально говорили, в рамках ГОВАКС, это июнь-юль месяц, вакцину Астрозенека южнокорейского производства. В связи с отсутствием в стране вакцины первого компонента, сейчас по республике желающих получить иммунный препарат обслуживает всего 144 временных прививочных пунктов. Когда был спрос, так как первые четыре недели мы как раз попали в начало компании на Аурозо, после того, как рамадан закончился, у нас в неделю стали прививаться более 15 тысяч человек. И поэтому, чтобы не было очередности, которые наблюдались, мы пришли к мнению, что будем открывать еще ночные прививочные кабинеты. По городу у нас функционирует пока один, и по мере поступления они будут обратно задействованы. В Кыргызстане за сутки выявили еще 459 случаев небольничной пневмонии и COVID-19. На сегодняшний день в столице зарегистрировали 183 случая. На втором месте по заболеваемости город Ож – 73 человека. Больше всего заразившихся коронавирусом зафиксировано в Чуйской, Ожской, Иссык-Кульской и Джалабадской областях. По данным Минздрава число заболеваний с каждым днем растет, но среди них привитых вакциной граждан нет. В Ожик где регистрируется, скажем, это город Бишкек, Чуйская область, Ожская область и Иссык-Кульская область. Вот эти как бы, ну, на грани вот уже, уже вошли те области, это Чуйская область и Бишкек, они уже вошли в Красную зону, но через Ожская область и Иссык-Кульская область они уже подходят. Это поликлиника номер 7. Сейчас здесь не так людно. Желающих получить первую дозу вакцины отправляют обратно. Принимают только тех, кто подтверждает получение второго компонента. Это, во-первых, связано с финансовым вопросом. Во-вторых, производители, они не успевают большую порту выпускать эти вакцины. Стоит отметить, что в рамках программы COVAX в страну должна прибыть новая форма шведско-германской вакцины. Первая партия, как отмечают в Минздраве, прибудет 22 июня из Южной Кореи. Ее также, как и предыдущие антигены, кыргызстанцы будут получать в два этапа. Напомним, что недавно парламентский комитет рассматривал проект выделения Всемирным банкам 20 миллионов долларов на закупку вакцины. 10 миллионов в виде кредита на 38 лет с ольготным периодом 6 лет. Оставшиеся – грантовые средства. Однако, как говорят в министерстве, данный вопрос еще остается открытым.